Белый песок, шоу на воде, мастер-класс от профессионального бармена и громкая музыка. В Серпухове появился прототип самого модного курорта Испании. Открытие пляжного сезона на острове Русский отметили большим концертом с участием российских звезд. Пляж с белым кварцевым песком, деревянные качели на воде, шезлонги и беседки для отдыха, а также спортивные игры. Все в одном месте и это не сказка. В Серпухове на острове Русский открылся новый пляж. В качестве подарка гости стали участниками бармен-шоу. Участие в необычном представлении принимали и взрослые, и дети. Победителям конкурсов вручили вкусные коктейли. А в это время для всех посетителей водное и воздушное экстремально-театральное шоу «Гидроцирк». Поднимаясь на несколько метров над водой, спортсмены делали сальто и заигрывали со зрителями. В этот жаркий июльский день эмоциями зарядились все. Супер пляж, супер атмосфера, супер диджей, музыка, представление. Все супер, нам очень нравится. Потрясающая организация, спасибо организаторам, это было очень круто. Новый пляж на острове Русский – это место для проведения как активного отдыха, так и спокойного семейного досуга. Мы тут всей семьей, папа, мама, дети. Теплая водичка, мягкий песок, качельки. Выступление только что было интересное. Ну и как же беспенные вечеринки. В честь открытия пляжного сезона на острове устроили масштабный концерт. В начале мероприятия с приветственным словом выступил глава городского округа. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать сегодня здесь на этом великолепном празднике лета, празднике отдыха, празднике хорошего настроения. Остров Русский традиционно является одним из любимейших мест отдыха как зерпуховичей, так и гостей нашего городского округа. Мне бы хотелось поблагодарить руководство парк-отеля «Русский» за данную организацию мероприятия. Российский диджей и музыкальный продюсер с мировым именем Александр Попов открыл фестиваль. За свою карьеру он играл более чем в 40 странах мира. В этот день на острове Русский своей музыкой он порадовал серпуховичей и гостей муниципалитета. Мне очень понравился диджей. Это супер, что я видела за последние 20 лет. Я почувствовала себя самой молодой. У меня внуки, дети. Это шикарный праздник. Я довольна, я не просто довольна, я счастлива этим праздником. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше. Свои самые популярные хиты на сцене «Острова Русский» исполнила Клава Кока. Она собрала десятитысячную толпу поклонников. Клаву Коку. Очень хотела увидеть. С Нового года ждали ее. И наконец-то дождались. Очень рада. Расскажи мне, почему от него ждут званка. Еще, еще, ну, мама моя, влюблена. Первый раз приехал, пришел послушать Клаву Коку и Хамали Навали. Песни о любви исполнили Хамали и Наваи. Зрители подпевали звездам и снимали их выступление на телефон, чтобы запомнить этот момент. Каждый артист подарил серпуховичам часовой концерт. Водичек теплый, купаем, загораемся. Организация, в принципе, вообще круто сделала. То, что есть бесплатные концерты. Раньше такого не было, но сейчас прям вообще круто. Мне понравился очень. Завершением вечера стало выступление российской диджейской группы мирового масштаба «Свенки Тюнс». Они исполнили свои композиции и ремиксы известных песен. Подпевали и танцевали все. Дуэт – постоянные участники музыкальных фестивалей Европы и Америки. «Свенки Тюнс» – это первые российские продюсеры, которые записали трек вместе с нидерландским диджеем Тиеста. Завершающей точкой открытия пляжного сезона и масштабного концерта стал яркий салют.